Ну что ж, здорово, YouTube, здорово, Дзен, с вами Джон, он же Ресет 312, трейлер 312, сюжетка 312, всё в таком духе. Сегодня во вторничный вечер, 17 января 2023 года, пойдём посмотрим, что же нам там принёс очередной Ресет. После вашего лайка, подписки на канал, прожать о колокольчике, прохождение по всем ссылочкам и описание ролика для поддержки стримера. Напоминаю, что у нас тут на Твиче стримы проходят каждый день, то захочется в хиповозике поучаствовать, со стримером поиграть, там какие-нибудь вопросики позадавать, как всегда к вашим услугам, что называется. Ну и если захотите в один из встречных роликов попасть, то можно это сделать через данный плей, если сумма увеличится в 10 раз. Также хочется поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня на бусте. А именно, спасибо Тольскому Толику за продление подписки на ДЖН аж на 3 месяца, и Самураю за продление подписки на Путника. Так, ну пройдёмся по новостям. Во-первых, у нас тут вышла эмблемка. Ребята запостили у меня её в Телеграме, за что большое спасибо. Ну вот эта эмблемка, которую мы до этого, про которую мы до этого говорили в предыдущих роликах, новогодние. Здесь вот код вы можете видеть на экране, вбиваете его в погашение кодов на Банжинете и ловите, так сказать. Эмблемка называется «Нефритовая червоточина». Достаете её потом в Destiny 2 в коллекции в аксессуарах. И вот так вот она выглядит в полном размере. В принципе, достаточно прикольный кролик, там всё как надо. Ну, а сейчас мы посмотрим трейлер, про который очень много разговоров. У меня уже в чате было, да, трейлер вышел час назад, посвящён он... Так, ладно, «Мундалорсы» мы посмотрим отдельно. Тут вот, если кто смотрел сериал «The Last of Us», да, вот первую серию, то тут ещё третий сезон вышел, «Звёздный Коинт». Тут ещё и английская версия у меня лежит. Ладно, это всё потом. Да, вот она. Destiny 2, конец света, трейлер о городе Ниамуне. Окей. Окей, что же у нас тут в трейлере? Отправляйтесь к новому пункту назначения. Прежде, вы не видели в Destiny 2 ничего подобного. Дайте отпор грозным учителям, познакомьтесь с доблестными облачными бродягами, сродитесь с легионом теней и предотвратите катастрофу в Ниамуне, тайном городе высоких технологий. Подробнее в Lightfall. Ну, зайдём на страничку дополнения, потом посмотрим, что там у нас есть. Ну, а пока что заценим трейлер на русской версии, потом, если что, заценим на английской. Так, звук на полную, погнали. Ты только посмотри. Мы всегда считали, что кроме нас никого не осталось. Говорит Визер. Копальщики. Добро пожаловать на Нептун. Надеюсь, мы найдём общий язык. Или хотя бы общих врагов. Новые Стражи. Прикольно. Калус хочет уничтожить город. Мне нужна твоя помощь и поскорее. О, социальный лоб какая-то. Место для медитации. Локации. Прикольно. Больше вексов. О, это ты, крошка-страж. Какое уборство. Я так рад, что сегодня именно ты развлечёшь нас. Господи, что это за сумоист. Это Спарта. И это всё. Всё, на что способны стражи. Собачки. Танки. Прикольно. О, улетать стана. Тебе не избежать забвения. Прими свою кибель. Нормально. Это у него корабль такой. Конец света в Киберпанке. Ну, прикольненько, прикольненько. Стиленько, так сказать. То есть, трейлер по окружению Неамуна. Сейчас смотрим английскую версию. Я звук немножко потише поставлю, а то я чуть не оглох. Великолепно в Нептуне, Найтбэнер. Я надеюсь, мы сможем найти общую землю. Или, в принципе, общие враги. Таранчинские диалоги. Таранчинские диалоги. Таранчинские диалоги. Таранчинские диалоги. Стой с вами, чтобы защитить Неамуна и их народ. О, это ты, мой теначевый маленький гадеон? Так что, ты, наверное, был в сегодняшнем. Поехали. Калус, конечно, создает определенное настроение. С этими репликами и внешним видом. Здесь мы косплеим Кула, я так понял, да? Первой миссией, первой. Первого года 2. Таранчинские диалоги. Блин, надеюсь мы в этот раз не сольем Гоула тупо, а Калуса тупо в сюжетке, как мы слили Гоула, но выглядит прикольно. Пока что на данном этапе, что могу сказать. Короче, это наши новые стражи, как я могу понять, да? Ну блин, на стоп-кадре это, конечно, смотрится мощно, вызывает какие-то странные чувства, честно говоря. Ладно, надеюсь, историю этого персонажа нам объяснят поподробнее, типа, из разряда, что с лицом. Блин, вот я забыл, у нас там вроде будет новая раса врагов, чат, я думаю, подскажет, как они там... Ну или на ютюбе вы там скажете, как они называются. Ну, в общем, это один из их представителей, что-то вроде пытателей или как-то так. Мучители, да, вот, спасибо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Типа, прикольно у нас так, скидывает вниз. То есть у него какая-то добивашка будет особая, где мы падаем прямо через кучу локаций. Прямо ждем. Ну, опять же, на дитях полетать тоже прикольно. Где тут у нас был... Ну, здесь многие вспоминают Сплайсера. Ну, сезон это, да, где у нас тут все в таком вот стиле оформлено, технопанковском. Ну, понятно, да, то, что... Банжи используют там старые ассеты во многих местах. Но то, что они сделали целый город, по которому можно будет бегать, ну, тут нам показывали, да, целую кучу локаций, где мы ездили на мотике. Прямо жду. Так, ну, тут у нас тут Титан бежит, это понятно все. Блин, ну корабль Калуса сфинксовый такой, выглядит прикольно. Прямо ожидаем. Бабки у Калуса есть, тут ему не откажешь. Ладно. В принципе, прикольный трейлер. Музончик нагнали, там, локации показали. Калуса не обделили вниманием тоже. Окей. Ставим лайк, ждем. Ну, то есть, я говорил это много раз при разборе вот таких вот материалов будущих, да, то, что меня задолбало, что мы бегаем по мертвым городам, по болотам там всяким. Я хочу на что-то живое посмотреть, да, и на что-то технологичное. И даже немножко киперпанкское, что отличается от привычной стилистики Destiny. Надеюсь, Банжи не разочарует в этом вопросе. И то, что игра не сломается пополам из-за большого количества багов, которые у нас связаны с выходом каждого DLC. Потому что, ну, вы знаете, да, вот последние несколько дней мы только и дем, что разбираем какие-то баги, какие-то читеров там и так далее. Почта чего-нибудь паразитивного. Ладно, сейчас пойдем быстренько зацениваем, что у нас там на странице слайдфолла, мы зайдем в игру уже, наконец. Так, ну, на сайте вроде ничего нового не появилось. Только вот, опять же, ну, на странице слайдфоллом опередите смерть, новый рейд, подземелье, автомат за предзаказ, здание. Ну, да, все старое. Окей. Ладно, перейдем в игру тогда. Так, таким образом. Хайп, лайдфолл, трейлер, вся фигня. Так, возвращаемся в игру. Смотрим, что у нас там привез ресет. Нет, тут, я, кстати, забыл охотника переодеть после видоса предыдущего со стаясом. Удвоенные награды за сумящие налеты, как вот и предполагалось, да, то есть действию до следующего еженедельного внуления. Проходите сумящие налеты из плейлиста этой недели, чтобы получать двое больше наград. Ну, напоминаю, да, то, что у нас сейчас в сумящих налетах падает дробовик, замысел покорителя разума. В прошлом сезоне у меня был видос про пушки, где я там говорил про рекомендованные перки. Я хочу на него выбить датчик угроз и раскаленность. Ну, и все перки на дальность. Соответственно, попробую на этой неделе его пофармить заодно, пока будем грандмастеры все закрывать зал. Но это мы будем делать после сюжетки и после катализатора. Видосы отдельные выйдут на канале, соответственно. Счастливого лунного нового года. Новые предметы в магазине Эверс и бесплатная яркая пыль. На этой неделе мы добавили в магазин Эверс новые предметы в честь лунного нового года. Не забывайте о ежедневных предложениях и обязательно загляните за подарком. Вас ждут 880 единиц яркой пыли. О как. Один подарок на учетную записи и только до конца этой недели. В общем, заходим, да. Последнее мероприятие сезона Серафима. Грядущее поручение задания. В течение последних двух недель сезона Серафима всем игрокам будет доступно особое последнее поручение и новое задание. Владельцы сезона абонента в завершение поручения не просто оружие. Начнут выполнение последнего поручения автоматически сразу после входа в игру. Класс. Так, раз уж начали с умершего налета, им же и закончим, да. Вот на этой неделе у нас терминал знаний доступен. Там падает дробовик. Доступны все уровни сложности. Начиная с адепта, заканчивая мастером. И также у нас появились грандмастеры в доступе. Ну, не 4 октября, как там банджа тут неправильно писали, а 17 января, естественно. То есть сейчас у нас Аркадианская долина. Там у меня видосы по прохождению всем грандмастеров есть. И гайд тоже на канале, кому интересно, можете посмотреть. Ну и если вы закрыли печать, то вам доступны все грандмастеры сразу. Можно ее заодно и позолотить. Пройдя вот все эти грандмастеры по очереди. Ну и дальше в налетах у нас идет налет авангарда, заземление, тяжелая тверя и солнечный ожог. Если вы захотите рубежи закрыть. Ладно, перейдем сейчас к самому вкусненькому, к Тес Эверис. То есть что у нас тут есть? Комплект Лунный Новый Год. Все за серебро. Естественно. Оболочка Лунный Заяц, прыжок Лунной Тени, охота на кролика и набор Год Кролика. То, что мы там до этого видосы освещали. Бумажный Журавль у нас тут продается жест. Прикольно. Если слепите тысячу таких штук и исцелите любую болезнь. Вроде бы как-то так у них было. Оригами называется, кажется. Ну, кто в Хеви Рейн играл. Так, ракета носит, стелец. Такой вот кораблик. Не за... За яркую пуль, кстати. Две тысячи? Ну, я подумаю. Появление Поработитель. Прикольно. Свидетель прям. Щемящее чувство, пожалуйста. Пусть он будет темным шейдером. Пусть он будет тем... Ну, почти. Голубенький. Ну, ладно, возьмем. Лагоморфолунария. А, жест. За серебро. Зайчик. Лети на свободу, так сказать. Прям до луны, походу. Переполненная чаша, добивающая прием. В честь Каоса, походу. Нан. Нормально. Это напомнило мне Тора. Из киновселенной Марвел. Типа. Классное пойло. Давай еще. Заящи торжество. Украшение на анализатор рисков. За серебро, опять же. Комплект набора года кролика. Это мы уже смотрели. Шаблоны стеносплетения. Бесплатный предмет. О, вот 880 яркой пыли. Получаем. Еее, спасибо. Это, наверное, 880 по их летоисчислению, да? Типа того. Праздничный фейерверк. Жест. Гори-гори, ясно. Понятно. Праздничный указ с украшением. Это что, шапка-ушанка типа? Праздничный фейерверк. Нормально. Ладно. Забавно. Возьмем. Оболочка лампион на призракам. Да будет свет, что называется. Брандер телец. Спэрроу. Вроде он на первую страницу уже был, да? Ну ладно. Лунный рык. Кораблик. 2000 яркой пыли. Чего-то жаба душит. Видение тирана. Это, видимо, титана, да? Из следующего дополнения. Подкласса. Который переименовали. Берсерка. Украшение на глаза будущего. Ну... С лазерным прицелом зато. Прикольно. Украшение на бесполезный экзот. Лады. Проекция лунный тигр. Ну и целая куча шейдеров. Яркий пляж. Маслянистая кора. Плечи на путникам. Шепчущий блеск. И целая куча телепортационных эффектов. Рассказать. Радость новизны. Загадки прошлого. Пирамиды. И появление кетч. Полет его. Нормально. Ладно. С тестом мы разобрались. Смотрим, что у нас там дальше идет. Так. Немножко отвлечемся. Зайдем к запакованному Азору. Спасибо пацанам за сейф. Возьмем у него одну инграмку. Надеюсь, мне оттуда упадут нормальные морозники. Зурдай морозники. Позядя. Ну, почти. Почти. Было близко. Сейчас на других персонажей зайдем и займемся уже дальше ресетом. Так. Пока мы летим к Зурду на другом персонаже. Вот в аксессуарах эмблемка, которую мы до этого за код доставали. Во вкладке общая называется нефритовая червоточина, собственно. Ну и тут мне народ рассказывает то, что Банжо в твиттере пишут. Что вот 880 яркой пыли раздают каждый день в магазине Evers. Поэтому надо заходить и доставать каждый раз. На каждом ресете. Держим в курсе, что называется. Так. Как она хочет на персонажа выйти? Прикольно. Нормально. Ладно. Так. Тут мне народ вовсю докладывает, что там баг какой-то сюжетной миссии. Но мы пока до этого не дошли. Нам пытаются с ресетом закончить. Не просто оружие. Завершите седьмую неделю заданием. Ну тут все понятно. Поубивайте боссов. Выпираться ищить Серафима. Попроходите поля сражений. Поубивайте там врагов при помощи оружия Экел. Легендарные набеги там на легендарной сложности пройти. Сформировать оружие. Унижать цели при помощи Глефа в Гамбите. Завершать матч в Гарниле. Ну и пройти любой Грандмастер. Понятное дело, в принципе. Так. По плейлистам пройдемся. Налеты мы уже смотрели. В Гамбите ничего особо не поменялось. Пвп у нас в Гарниле на этой неделе. Ну, как обычно, соседательная игра. Лаборатория Гарнила. С расколом командная игра. Хаос. Прости господи. На этой неделе. Крустальный чертог. У нас испытания. Странники во времени. Видос на канале есть с прохождением этого квеста. Дальше. Гибель короля. Издумленный взгляд. Видос тоже присутствует. Ну, а на мастере, что у нас из шмоток падает. Броня с повышенной стойкостью. Ну, неплохо. Для титанов и для ПВЕ в целом. Вызови вечности. На легенде, какой у нас бот сейчас. Валус Таург. Кабал. Затерянный сектор у нас в городе грез. Падают там ноги. Экзотические. Кому интересно. Дальше. В мире престола леса Ватун. У нас Алтай отражения и знания. Еженедельное задание. У нас ритуал. Господи. Самая душная, блин, миссия. Ну, последняя. Источник оборона. Вечные муки там падают. Гранатомет у нас сегодня. Дальше. Алтай отражений и выбор у нас. Клятва послушника. Там испытания за цикленный катализатор. Видос на канале есть по названию. Кому он нужен. Ну и на луне. Что у нас тут есть. Сад спасения. Все испытания доступны. Сверхмощное снаряжение падает с последнего босса. Яма Ереси у нас там. Сверхмощное снаряжение падает с ласта. Будьте бдительны. Если вы там съели конфетку, да, на выпадение пушки, то вам будет пушка сверхмощная, а не шмотка. Поэтому лучше на одной из первых стадий. Яму Ереси. Потратить этот жетон, чтобы потом уже в дальнейшем шмотку полутать с ласта. Сверхмощное. Охоты на кошмаров у нас гнев. Одиночество. И неволя. В принципе, с ресетом у нас на этом пока все. Пойдем заценим, что нам притащили Банжи 44. И Ада 1. Хотя... Сюжетка у нас в Шеме находится. Поле сражения на бег у нас сегодня на Луне. На Легенде надо будет, кстати, пройти. Так, пролетели. Ну и напоминаю, да, то, что у вендоров надо проверять Аду и Банжи каждый день. Ну, если у вас нету каких-то модов, хотя моды у вас все должны быть разблокированы в коллекции уже. А, точнее, в ваших шмотках. Но если вы хотите, чтобы они были разблокированы в коллекции, можно было их менять в Диме. Лучше, по-прежнему, у вендоров их покупать. Так, ладно. Банжи 44, чего у тебя? Что думаешь? Мод против крупных врагов, регулятор прицеливания, запасной магазин и усилитель радара. Пушки. Синкопа, дальномер и движущая цель. Неплохо для ПВП. Если вы любите 390-е, с четвертого раза получится идеальный треугольник ПВЕ норм. Разогрев, заряженный залп. Пиральки, умножитель частиц и дальность стрельбы. Ну, неплохо. Опять же, для ПВП. Ну, или для ПВП, если вы любите плазминки, но у вас нет нормальной плазмы. Ансамбль, вся точная ярость. Такое. Воссоздание, леденящее попадание... Нет. Одержимость перезарядки и первые выстрелы на тайпане... Нет. Ладно, идем дальше. Так, что у нас у Хоттера на этой неделе? Завершенный матч у Гамбити 11-10, добивающий попадание в Гарнилия, 0-20 рейд, ну и сумочные налеты, понятно. Так. А, да, что у тебя прикольного? С возвращением. Ничего. Защитная энергия и выбор военного разума. Окей, окей. Усё. Погнали. Собачка. Ути-пути. Я еще моделирую боевые сценарии, но данные полученные от техно-ведьм Рифа не внушают оптимизма. Собачка. Но дополнительные данные ускорят процесс. И у меня есть особая просьба. На космодроме находится терминал военного разума, не связанный с остальной сетью. На нем нет данных подсистемы, но файлы, которые там хранятся, очень важны. Я прошу тебя их извлечь. Я выдам необходимый допуск, когда ты добудешь следующий фрагмент данных подсистем. И вот что страшно. Спасибо. Так, не просто оружие. Проведя бесчисленное множество симуляций, Распутин так и не вспомнил найти способ использовать военные спутники, который не был бы на руку Девуарат. У меня есть особая просьба, он расскажет вам о скетчных файлах. Так. Окей, окей. Подойдите к головопроектору в шлеме и поговорите с Анной Брэйни. Мне все не дает покоя один вопрос. Правильно ли я поступила? Я рассказала Распутину об искусстве, философии, культуре. Превратила из сущности, имитирующей человеческое сознание. Что-то ты меня дожжавел. Тварь, рожащили правой мишек. Если он отключил себя после коллапса. Элси говорит, что ее жизнь замкнутый круг. Что она вновь и вновь переживает одни и те же трагедии. То же происходит и с Распутиным. Коллапс снова здесь. И не факт, что мы найдем способ спастись. А вдруг надежды больше нет. Вдруг. Она как призрак с луны. Надежды нет. Вот это вот все. Так. Просто оружие, она переживает, задаваясь вопросом. Угу. В отчаянии она резко прерывает связь. Используйте код доступа Серафимов, чтобы открыть сундук Серафимов. Окей. Ну пойдем делать. Квейстик. 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 Его творение оставили след в истории. Повлияли на судьбу человечества и изменили в нашу банку. Но все же. Так, безумие тверд. Он чудовище. Стронг Лангушет Крэйсона. О, Яна, привет. Ага. Две красные пушки, и они улетели на почву. Блин, реакция лучника. Уже сейчас для некоторых это и есть в мое наследие. То, что вы задумываетесь об этом, уже отвечает вас от Кловиса Брэя. Он никогда не размышлял о моральной составляющей своих поступков. Мы оба совершали ужасные вещи. И именно хорошая грудь, что-то исправить не дает нам окончательно стать чудом. У нас лучше есть. Джон. Ага. Ну, я скрываю сестки. Я скрываю сестки. Я скрываю сестки. Я потом смогу у меня... Он выпал. Да я не прогрую. Ой, не про лук, а про грудь. Я сейчас приду через минутку. Ладно, подождите меня подождите. Да мне сейчас почту надо еще разобрать. Так что у нас там дальше попасть? Банк выполнить создание сананок. Сейчас. Блин, вот мне нормально дали. И ретро эскападу красную там, и... Сжечь и забыть последнюю. За одну легенду. Блин, все образы закрыл, кайф. Из меня осталось так пару штучек пульсовок. Осталось только СГК. Блин, СГК надо закрыть слост, а я сейф не сделал. Блядь, СГК не хочу. Ну надо, нас ждет будущее. Так, все. Операция Санкт, найдите засекреченные файлы в бункере военным разум под космодромом. Ну то есть, там, когда Распутин заговорит, просто не бежим вперед и ждем. Это только... Мы все, мы просто все ждем. Все ждем. Пока кто-то договорит из персов. Да. Да пиздит. Ниха, дико видос пошел. Икрытся на 5 минут. Ниха. Сапожник. Он содержит совершенно секретные файлы из моего архива. Данные намеренно изолированы от остальной сети. Тебе придется попасть внутрь. Береги эти файлы, Старш. Даже Анна про них не знает. Можно говорить. Заебись. Мне кажется, за сказки, то... Раз Путин пытается сдержать обещание, которое Ассирь судал. Что сказал? Краснень, заебись. Что это красненький? Парда, чего у нас там? Я хуень. Как-то так. В смысле, тихо. Запись еще идет. Да я прекрасен. Это голос валючий. Запись идет, заткнись. Сколько раз в эти бункеры проникал противник? Падший. Вольный путь. Одержимое. И ради чего? Мой арсенал не смог остановить черный флат. А теперь стал для человечества едва ли не опаснее, чем наши враги. Медленно, Джон, медленно. Ну, вроде договорили, да. Реус. Иди увидим. Да вообще-то не Реус, блин. Даже не Реус, это просто какая-то. Это просто Сейбер пашет, понимаешь? Это будет Сейбер пашет. Это будет Сейбер. Сейбер пашет. Я не сужалил бы по всей днему. Да, да, да. Ну, на самом деле, мне Распутина жалко. Это действительно машина, которая мучается сейчас от эмоций, то, что вот говорила Анна. Накачала его, да. Это меня помнило, вот... В агентах счета был такой вот персонаж в пятом сезоне, Эйда, да, который там злой еще вот-то создал. Эйда, еще один отряд налетчиков падших, уничтожь его, прежде чем я трогался, отмечу в три. Ибать мне эту арену обнимает, чем-то арену без... Я размашил, блядь, я не знаю, почему я... Короче, когда она поздала эмоции. Ой, Джон. Ооо... Сейчас таким роботом был. Короче, лучше сразу сейчас, да, перезайди, раз видос записываешь, отмени и... Нет. Так, сорян за рабовойс. Блин, хотел кулсторию рассказать, ну ладно. Когда вот эту мадаму, короче, предали. Во-во, вот про это он рассказывает. Я планировал обездвижить странника, выставить его остаться. Но в конце концов прервал подготовку спутников. Она этого не помнит, но... Это она убедила меня остановиться. Она всегда была ангелом за моим плечем. Моей человечностью. Романтично. Благодаря ей теперь я больше, чем просто оружие. Распутиным меня сделала именно Анна Брай. Ну-ка, чё ж так пробивает, а? Тихо. Я на такой ощущение, что тут умрет сейчас. Реально, блин, тихо. У меня слезки поленец. Ну, дверка открылась, всё окей. Это не микро, а просто он киборг убивается, но это Джон, да. Дружелюбный киборг убивается. Спасибо за эти файлы, Страж. Их нужно сохранить любой ценой. Они содержат секретные сведения, и я не могу рисковать, отправляя их по сети. Но Авангард может позаботиться об их безопасности. Доставь файлы в шлем. Я их расшифрую. Здорово, Стрик. Сюжетки и сезонов все удалят. Локации оставят. На самом деле, вот всё, что они рассказывали, вот я ещё переслушивала там про вот Анну, когда Стазис открывала, помните, да, вот их эти долгие разговоры с Селси? Вообще, на самом деле, у них такая трагичная история, что вот она в этом будущем тёмном отвернулся от света, а здесь всё так хорошо вообще. Ну, пока что. Она говорит то, что пока что всё как было, типа. Ну, сегодня она такую... Сегодня она сказала, что типа, да, что у Анны, у неё, типа, судьба повторять вот эти вот... А, нет, проилс, она говорила, да, что у неё, типа, судьба повторять какие-то тёмные, ну, типа, проживать тёмные, там, эпизоды своей жизни, что-то такое. Звёздные войны распутно. Сейчас бы вникать в сюжет 2, он удушнил вообще. Вообще-то, сюжет 2, ну, типа, не вникай, можешь вообще просто делать пиу-пиу, получать в рот и как бы вонить на игру, можешь насладиться охеренным сюжетом, послушать подкастики, если что-то не понял и почитать книжечки. Подписаться на канал Лапелло, 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 да. Подписаться, задодатить, всё нормально. В общем, можешь делать всё, что угодно, вообще-то, это твоя жизнь. Всё, тише-тише, мы сейчас будем слушать. Тихо. Я благодарю тебя за доставку файлов. Оставлять их там было бы неразумно, учитывая последние события. Я прошу прощения, что не рассказал об их существовании раньше. Это требовало исключительно высокого уровня доверия, которого я прежде не питал. Но что сказать, ты как всегда на высоте. Странник не зря тебя выбрал. Когда-то я уже прибегал к помощи людей. Я называл их Серафимами, давал им доступ к экспериментальному оружию и броне. Не знаю, предугадал ли я появление Стражей, созданных Странником, или независимо от него решил выбирать для своих задач самых достойных. В любом случае это принесло неплохие результаты. Ты и Серафимы – родственные души, надежные защитники человечества. Я не раз ошибался в суждениях, принимал решения, основанные на неверных предпосылках и моральных принципах. Но ты – доказательство того, что протокол Серафим не был ошибкой. Довериться человечеству было одним из лучших моих решений. Я не знаю, чем в итоге закончится эта война. Но что бы ни случилось, мы будем сражаться вместе. Тау, Распутин. Так, ну, если возьмешь тебя сейчас 4, это мы в следующем ролике заценим. Ну, или прямо сейчас. Послушать теперь. Ладно, ты слушаешь. Жаль, что это не случилось с тобой в более подходящее время. Ана, одно я могу сказать тебе со стопроцентной уверенностью. Нет такого понятия, как более подходящее время. Только вовремя или слишком поздно. Ты прав. Как всегда. Что ж, обсудим еще и это. Я не всегда прав. Во имя спасения человечества я совершал чудовищные поступки. И это был не правильный выбор, а математически верный выбор. Новые связи, появившиеся благодаря экзоразуму, дали мне возможность взглянуть на все свои решения по-новому. Оценить их с точки зрения эмоций и морали. Раньше я не мог понять суть этих концепций. Меня называли тираном. Они были не правы. Правы. Ты дала мне возможность объективно взглянуть на собственную ценность. Но в то же время я понял, что из-за моих действий итоговое значение благополучия человечества стало отрицательным. И до сих пор пытаюсь решить это уравнение, найти баланс. Но это не значит, что вся твоя работа напрасна. Ты дала мне свободу выбора, свободу воли. А я использовал их так, как счет правильного. Это итог работы всей твоей жизни. И теперь, когда пришло время последних подсчетов, я вижу ее ценность. Мне стала понятна ценность эмоций и заботы. Ценность того, что люди умеют делать логичные и нелогичные заключения, исходя из одних и тех же данных. Я понял, почему ценно и те, и другие. Спасибо, Красный. Что бы ни случилось в будущем, я всегда буду так жить той жизнью, которую ты мне подарила. М-да. Сейчас. Короче, нормальную такую речь, раз Путин напоследок толкнул. Ну, сюжетка сезона, я так полагаю, у нас фактически закончилась. Сейчас мы еще можем один экзов, одно улучшение качнуть. Ну, может быть, еще там дальше, в конце, совсем в конце сезона, через пару недель, будет какая-нибудь финальная миссия там или еще что-то. Но на данном этапе пока все. Вот печать сделалась. Контракты серафимов. Давай вот это. Пойдем теперь делать в отдельном ролике. Если возьмешься часть 4, последний катализатор на нулевую линию. Ну, а на этом рецептный видос мы пока что закончим. YouTube, Zen, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Twitch мы на стриме продолжаем все это дело проходить, и потом уже рассказать. Увидимся на следующем ролике. Все. Погнали дальше.